Музыка Я очень рад и горд, что нахожусь в этом зале рядом с очень сильными и мужественными людьми. Мы знаем реальную ситуацию в нашей стране. Мы знаем, и когда мы начинали в начале сентября и выступили с инициативой о проведении референдума, многие скептики нам говорили, вы не сможете провести людей, вы не сможете провести собрания, вам будут мешать. А что делать? Сидеть и смотреть, как власть дальше издевается над нами. Как она распродала все ресурсы, как раздала все лучшие предприятия. Что у нас осталось? У казахстанцев, у казахов. Фактически ничего. Все, что под землей, на земле, даже в небе, Байконурни наш и РСН, авиакомпания на 50% англичанам принадлежит. Так их не остановишь. Они идут дальше. Они хотят в мировом масштабе быть. Они хотят в Евразийском союзе быть лидерами. Инициатива за инициативой. И вот к чему приводят эти инициативы. Мало того, что мы теряем экономическую независимость. Идет поглощение казахстанской экономики. Это первый шаг на пути к потере независимости. И что в этой ситуации? Молчать, ничего не делать? Что мы потом скажем своим детям и внукам? Что мы знали, что у нас ничего не получится, поэтому ничего не предпринимали. Надо действовать. Надо открывать глаза людям. Надо будить гражданское общество. Надо разъяснять людям их проблемы. Чем грозит таможенный союз и дальнейшая интеграция с Россией и Белоруссией. Мы должны указывать власти на их ошибки. Исправлять прежние ошибки. И добиваться, чтобы не допускать будущей ошибки. Мы видим, как власть все дальше и дальше отделяется от народа. Посмотрите к последней инициативе. Они предлагают сократить декретные для женщин. В то же время говорят, рожайте больше детей. У меня ощущение, что там, в Астане, сидят одни импотенты, которые ничего не могут и завидуют людям, у которых это получается. Самоуправление это путь к тому, чтобы граждане Казахстана сами решали, как должны они жить на всех уровнях. Как должно развиваться социальное обеспечение граждан. Каким должно быть образование. Каким должно быть здравоохранение. Это мы решать должны с вами. А Акимы должны это исполнять. Сегодня мы видим, что все Акимы областей, Акимы всех уровней назначаются одним человеком. Портфель Акимов очень не широк. Одни и те же лица занимает то пост Акима, то переходят в министерское кресло, а воз народных проблем остается там же, если не сказать, что ухудшается. События в Жан-Оузене это показатель того, что социальные, экономические, культурные вопросы граждан не решаются. Более того, государство цинично игнорирует. А Акимы, вместо того, чтобы решать эти вопросы, они занимаются просто очковтирательством. Для того, чтобы сохраниться на этих местах. Для того, чтобы... Для того, чтобы не отдалиться от государственной кормушки. Они преподносят в центру самую ненужную информацию. Только показывают, как они провели различные форумы, круглые столы, конференции. Не для этого нужны Акимы. Если Акимы будут заниматься в дальнейшем только так же, как и Аккорда, популистскими прожектами, как Экспо, Азия, Азиатские игры и другие, мы никогда не увидим, что народ Казахстана станет жить лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова